Приветствую вас, и давайте попробуем представить себе такую ситуацию, что вы можете отблагодарить своего молодого человека полностью зеркально, всем тем, что он для вас делает. И что в итоге получится? В итоге получится такая ситуация, что вы как бы платите ему. Ну, знаете как вот, пришел в магазин, получил товар, заплатил деньги, кушал. То есть произошел такой обмес, бас, и вы понимаете, к чувствам подобного отношения никакого не имеют. Так могут поступать деловые партнеры, так могут поступать друзья, но нелюбимые люди. И потому правильным будет следующее. Не пытаться благодарить и отдавать парню что-то на его уровне, на его возможностях. У каждого они свои. У мужчины есть возможность вам помогать, он это делает. И хорошо, что делает. И правильно. Ну а вы, здраво, прикиньте, какие есть возможности у вас, как у женщины, для того, чтобы сделать его счастливым. Ну вот, подарить ласку, тепло, заботу, обнять лишний раз, поцеловать, выслушать, поддержать. Может быть, может быть, что-то приготовить, может быть, еще что-нибудь сделать, поухаживать. То есть дать человеку то, что именно вы можете, что именно ваше. Ведь он-то делает то, что именно его. И вот, когда люди безусловно, бескорыстно дают друг другу то, что каждый из них может дать, вот тогда отношения являются гармоничными. Богатый человек дает другому человеку богатство, деньги, там, подарки и так далее. Небогатый человек больше дает духовные ценности, духовный благ. И нельзя сказать, что кто-то из этих людей дает меньше. Хотя ощутимо, ощутимо, конечно, все-таки отдачных первого. Но это ощутимость для кого? Это ощутимость чисто внешне. Для отношений, простите, важна именно духовная составляющая. И если вы этой духовной составляющей будете уделять много внимания, будете относиться к ней серьезно, что ваши отношения будут гармоничными, правильными, искренними, доверительными и прочее. И это то, что вы можете дать. Дать свое внутреннее тепло, свою любовь, свою душу. Собственно говоря, какой-то классик сказал, ни одни богатства в мире не могут купить сердце желанной женщины. Можно купить человека, но не купить его сердце. Любовь – это то, что не купишь. И это то, что вы можете дать человеку искреннюю безусловную любовь. И поверьте мне, дороже этого ничего нет. Поэтому неблагодарный чувствовать себя у вас нет оснований. А если все-таки вы ощущаете чувство вины, если все-таки вы чувствуете, что недостаточно делать, то тогда имеет место неуверенность в себе. И причин этой неуверенности в себе может быть много. Уверен, они проявлялись у вас ранее, до начала отношений. И если вы воспользуетесь ретроспекцией, то есть вспомните свое прошлое, то, я думаю, самые причины ясны того, почему вы не уверены в себе. Воспитание родителей, а может быть какие-то происшествия в вашем детстве и прочее, не позволяют вам считать ваши достоинства действительно ценными. Чтобы это было, чтобы это появилось у вас, нужно ставить при собой цели, которые важны вам, и добиваться этих целей самостоятельно. Тогда, выполняя задачи, из которых эти цели состоят, вы будете, видя результат от своей деятельности, избавляться от этой неуверенности в себе. Ну и наконец, последнее, что я хотел бы вам сказать. Вы знаете, представьте себе такую пару. Это пара, бизнесмен и домохозяйка. У бизнесмена есть свое частное предприятие, приносящее ему доход. Доход серьезный. И этот человек считается, ну, обеспеченным, да, считается богатым. Его женщина не имеет ничего. Она обычно из простого села или деревни, но она является сердцем дома мужчин. Сердцем очага, сердцем уют, теплоты и любви. И когда мужчина с ней, она окружает его таким количеством перечисленных качеств, таким, знаете, уровнем этих проявлений чувств, что мужчина чувствует себя так, как будто он со всех сторон окружен любовью. И вот это ощущение никакими миллионами, никакими драгоценностями не купить. И в этом плане женщина, которая не имеет денег своего мужчины, гораздо богаче его. Главное только это богатство осознавать. То есть причина и проблема в том, что деньги понимают все, а вот духовное богатство далеко не каждое. И донести свои духовные ценности до человека, это является периодным достижением. И ваш мужчина похож именно тот, кто, обладая материальными ценностями, понимает, что значит ценности духовных. И если он это понимает, то все, что вам нужно, это давить ему свои внутренние эмоциональные ресурсы. И этим вы с лихвой покроете те затраты, которые он осуществляет для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...